Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в очередном видеоуроке, посвященный теме беременности. Сегодня мы будем говорить о ХГЧ и для чего измеряют, какова его роль при беременности. Если говорить о ХГЧ, я говорила, что есть альфа и бета единицы, и как раз бета ХГЧ играет важную роль постановки диагноза. Мы его определяем в тысячных долях международной, интернациональной единицы в одном миллилитре крови или моче, и поэтому мы говорим, что измерение это будет М международной единицы или ЕД на миллилитр крови. И обычно в крови ХГЧ появляется где-то на 7-8 день после зачатия, то есть когда уже начинается имплантация плодного яйца, и приблизительно это будет 21-23 день цикла при 28-дневном цикле. Если, конечно, цикл длиннее, то это будет другой день цикла, поэтому не старайтесь сопоставлять эти циклы. Или в моче появляется приблизительно на 8-9 день после овуляции и зачатия, то есть чуть позже, буквально на 2-3 дня позже, и именно тогда начинают действовать вот эти тесты на беременность. Уровень ХГЧ повышается до 10-й, максимум 12-й недели, поэтому когда измеряют ХГЧ где-то 16-19 недель, это всегда подозрительно говорит о том, что что-то врач делает не так, потому что в дальнейшем ХГЧ уровень падает, и, скажем, 16-недельным он может достигать уровня 6-недельной беременности. Если смотреть на референтные значения ХГЧ, то они довольно-таки объемные, разные. То есть ХГЧ может быть всего несколько десятков единиц, а может быть даже несколько тысяч единиц, поэтому мы не ставим по ХГЧ срок беременности, и если вы даже сомневаетесь, какой у вас срок, посмотрите на референтные значения, и вы поймете, насколько это большие различия между минимумом и максимумом ХГЧ. Первые 4 недели беременности, то есть это практически первые 2 недели после зачатия, ХГЧ растет очень быстро, и он удавается каждые 2 дня. Точнее, если говорить более научно, то изменение, удвоение уровня ХГЧ происходит каждые 2,2 дня плюс-минус 0,8 дня. Что это означает? Что ХГЧ может увеличиться меньше, чем за двое суток, даже в течение одних суток, и также может удваиваться чуть дольше, то есть в течение трех суток. Поэтому удвоение не является таким очень четким критерием прогресса беременности. Мы не ищем удвоение, мы всегда ищем рост ХГЧ. И если рост ХГЧ происходит очень хорошо, тогда мы можем говорить, что эта беременность прогрессирует неплохо, то есть все идет, как и должно идти. После 6, 7, 8 недель скорость роста значительно замедляется, и количество гормона может удваиться даже каждые 3,5-4 дня. То есть уже двоение такового мы не видим. Поэтому после 6-7 недель мы не определяем ХГЧ для того, чтобы знать, насколько правильно прогрессирует беременность. Если нам нужно проверить прогресс беременности, мы делаем УЗИ, мы смотрим, есть ли плодное яйцо, особенно если есть эмбрион, у которого можно обнаружить сердцебиение. И в данном случае ХГЧ может играть только роль для того, чтобы мы поняли, эта беременность прогрессирует или она наоборот завершается, потому что мы заметили какие-то отклонения во время УЗД. Значит, сам по себе анализ ХГЧ не будет нам говорить многое без сопоставления с данными по УЗИ. У 85% женщин удвоение ХГЧ может проходить 48-72 часа. То есть большинство женщин все-таки удвоение происходит в течение 2-3 суток. И это уже хорошо. Но понижение уровня ХГЧ после 10 недель как раз характеризует тот момент, когда плацента трансформируется в орган, который будет транспортировать питательные вещества из организма женщины в организм ребенка. И плацента также будет выполнять определенные гормональные функции. И вот самое интересное, что в этот момент, вот как раз когда происходит так называемый лютый плацетарный сдвиг по выработке прогестерона, начинается потихоньку угасание выработки ХГЧ плацентой. И это тоже один из важных моментов, что возможно растущий прогестерон плаценты подавляет также выработку ХГЧ. Но самое интересное, что даже растущий уровень ХГЧ, есть такая гипотеза, наоборот подавляет функции желтого тела, потому что желтое тело беременности угасает и перестает функционировать к 6-7 неделе беременности, то время, когда ХГЧ начинает достигать своего пика. Сейчас пересматриваются многие гипотезы о роли ХГЧ и соотношении этого гормона к прогестерону и другим гормонам беременности. Но самое важное, что по уровню ХГЧ мы не определяем срок беременности. Я это сказала раз и буду повторять еще несколько раз. Поэтому, когда мне пишут женщины, скажите, какой у меня срок, у меня такой показатель ХГЧ, я могу сказать только, что вы беременны. Также по уровню ХГЧ мы не можем определить локализацию плодного яйца, то есть где размещено плодное яйцо, у матки или это в нематочная беременность. Конечно, когда у нас задержка несколько дней, ХГЧ очень-очень низкий, и, скажем, мы не видим плодного яйца в полости матки, мы можем заподозрить нематочную беременность, но не забываем, что зачатие могло произойти позже, то есть не обязательно в тот день, когда женщина думала, что у нее овляция. То есть овляция могла быть и позже. Поэтому мы всегда смотрим динамики, то есть мы наблюдаем в течение нескольких дней.